окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья в аппарат азоди на аппарате джаллопе запасайтесь булками готовьте лимонад друзья потому что сегодня мы снова поедем через границу сейчас мы находимся с вами ребята в венгрии я все-таки посмотрел в интернете что это за флаг это венгерский флаг а дальше мы поедем ребята в югославию очень любопытно я поменял пару колес вот это колесо поменял и вот это колесо поменял плюс еще у нас одна запасочка осталась и давайте зайдем теперь в магазин лайки посмотрим что здесь обновилась может быть появится белые полосы доброе утро так нет это не то это двухтоновый деколь нам не подходит вот две полосы только не белые синие не хочу их а что по апгрейдам так вот эта штуковина панель третьего уровня 500 аж нужно марок слушайте на кенгурины 100 нужно марок может быть купить их сейчас или потом подождать давайте попозже все-таки приобретем батарея стоит всего лишь 10 может поменять ее сразу и ладно уже в следующий раз тогда сейчас мы просто садимся в машину заводим ее и едем на границу ох наша красивая лайка такая лайка определенно достойна лайка ставьте пальчик вверх не ленитесь красивый у нас драндулет жаль только ломается постоянно но ничего что такое да разряжается наш аккумулятор там осталось сколько там оставалось не помню 40 чем-то процентов вроде заряда до следующего города хватит доехать думаю а там уже потом поменяем так здесь куда направо или налево и направо уже да итак покидаем мы венгрию красивый поселок такой маленький но уютненький деревьев много смотрите красота и направляемся в югославию кофе нельзя провозить через границу но мы ничего из продуктов не перевозим с собой для безопасности так документы пожалуйста конечно сейчас держите будете осматривать нас такс посмотрим кажется все в порядке так и путь само собой нужно задекларировать документы отдаете нам дубровник дубровник мы поедем по какой дороге расстояние везде одинаковое и условия смотрите везде одинаковое так и должно быть чуть-чуть трассы отличаются но расстояние не меняется вот это более прямая давайте выберем ее так погода плохая дорога плохая есть заправка офигеть как погода сразу же испорчилась так документы нам вернули что такое почему ой-ой-ой-ой я не понимаю что случилось я не могу отсюда даже выйти что ли слушайте наверное стоило приобрести а нет машина завелась ее просто не слышно абсолютно я думала не завелась завелась машина все окей просто среди такого грома абсолютно не слышно движка мне показалось что она не заводится я думал проверять аккумулятор так а второй режим здесь нельзя включить никак здесь режим только один ну ладно вот это погодка у нас сейчас за окном тоже погодка не ахти но грома нету если бы была гроза то у меня все было бы выключено полностью ой-ой-ой-ой ну поверни машину несет немного видимо скользкая дорога или наша покрышка не подходит к такой дороге у нас все таки для бездорожья давай давай ты сможешь в принципе как подсобираем денег наверное нужно будет попробовать поменять наш движок на другой который чисто идет на мощность возможно мы сможем ехать быстрее что это на стекле а то мы что разбили стекло след от щепня что ли а как сюда дождь попадает через крышу протекает видимо крыша ой как загашена дорога, посмотрите ну это по крайней мере не грязь это просто вода лужа от дождя ой несет 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 лучше не разгоняться Лучше не разгоняться Не надо, не надо Это очень сильно заносит Очень мокрая дорога Поэтому лучше не гнать Лучше аккуратненько О, маяк, смотрите, круто Ой-ой-ой Я на руль нажал, хотел проверить, что это даст В итоге оказалось, что это просто На тормоз наручную нажимает Слушайте, а мы можем осмотреть этот маяк? Мы даже заехать туда можем, но заезжать мы не будем Мы вот здесь вот где-нибудь так аккуратненько проканемся Не будем тратить заряд аккумулятора Пойдем посмотрим Насомневаюсь, что дверь откроется, ребята Скорее, это так Просто для антуража Ну а вдруг? Ну-ка А нет К сожалению, не открывается Но это было ожидаемо И что, ни одной посылочки нет Да ладно Хотя бы одну коробочку положили здесь Я так понимаю, все, оно спавнится случайным образом То есть в другой раз здесь вполне могло бы и заспавниться А сейчас нет Ну и трассы тоже здесь случайным образом генерируются Нам нужно найти вина И не только для заработка Мне просто любопытно проследить динамику цен Сколько здесь будет стоить вино? Просто любопытно Да, завелась Просто еле-еле слышно Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Дубровник 140 километров осталось Половину мы проделали пути уже Где-то должна быть заправочная станция Вот только где Тихо-тихо-тихо-тихо Аккуратно-аккуратно-аккуратно Знаете, что было бы еще прикольно? Очень прикольно Прокатиться зимой Там я вижу коробку, ребята Или мне показалось, или под деревом Видите, пробочка? Вон, да, действительно Вот представьте, если бы все было в снегу Лед, снег падает Ёлки, в конце концов По-моему, было бы очень интересно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что там написано? Дубровник Сколько осталось? 75, по-моему, да? 70 даже 70 миль или километров А мы всего лишь одну маленькую коробочку нашли И, кстати Вот это в случае А вон коробка А еще коробка? Хорошо Но это не то, о чем я подумал Я сейчас думаю Насчет того, куда нам сейчас ехать, чтобы попасть на заправку Налево или направо? Пока что все съезды на заправку были налево Топлива, в принципе-то У нас хватает Но я хотел бы заехать на заправку, чтобы Купить еще колес Так, эту коробку получится запихнуть сюда? Нет Вот так А, она большая тоже А маленькую сюда мы поставим Не поставим Инструменты Можно было бы, наверное Брать вот эти Вот так Инструменты сейчас использовать И выбросить Хотя жалко, конечно, выбрасывать Три из четырех Два из четырех Ремонтируем Движок Раз Второй Так, что еще нуждается в ремонте? Все Стоп-стоп-стоп Карбюратор Воды хватает 28% заряда аккумулятора Обязательно нужно будет купить в городе новый аккумулятор Он стоит всего лишь 10 марок Поэтому его спокойно можно покупать Хоть в каждом городе Так Ой, еще и туман Красота Ну что, налево поедем? Что не так с движком? Стоять Стоять Ну-ка, может быть, масло нужно подлечь? Нет, все оптимально Да все же прекрасно Масло хватает Все хорошо Ну, походка использовалась по максимуму Что не так с движком? Нет, это не движок Подождите, это Ааа, это перегруз Все Накование Дело в том, что, ребята Когда у автомобиля перегруз То идет больше нагрузка на колеса И они быстрее портятся Это я в стиме прочитал тоже Я все еще думал, а как узнать Когда наступает перегруз Сколько там килограмм можно вложить? Мы же не знаем, что в этих коробках Вдруг они пустые совсем А вот эта штуковина нам показывает Очень удобно Я надеюсь, я правильно еду В смысле, да То есть, если будете сами играть Ребята, запомните Влево всегда поворот На заправку А направо Это туда, куда нужно, собственно, ехать То есть, таким образом Здесь не потеряешься Можно, в принципе, и не заправляться Даже, или заправиться Что там у нас? Да не хочу Сейчас просто заправимся Придется подливать масло И так далее Нам этого хватит до города А там уже полностью заправимся Так, почему крыша протекает? Берем сразу лоточки Ой-ой-ой, страшно-страшно Гром гремит Кусты трясутся Что там делают? Так Сосиски Ну ладно Сосиски, так сосиски Винца, видимо, нету Очень жалко Я хотел бы узнать Сколько оно здесь стоит Вот еще Стоп Еще вроде даже есть Или мне кажется? Стоп Вот Ну вот теперь, кажись, все Так, что здесь у нас? Сигарета Да Да Епарасота Ага, больше не поместится Так Тогда сюда А здесь Тоже сосиски Три штучки Все Получается, что все Кошелек забыл взять Бывает Бывает 68-30 Так Смотрим Теперь Колеса Вроде вижу Так 300 325 325 350 350 400 Так Взять их Две штуки Что еще? Вот эту штуку Я не знаю Как использовать Можно, конечно За пять марок Взять одну штучку Просто еще раз попробовать Хотя нет, не буду Все равно непонятно Она не работает В принципе Может они работают Именно с этими колесами Можно только Будет работать в будущем Хотя Она появилась только В самом последнем обновлении Вроде как Практически все Что заработали Сразу же и потратили На колеса Но это нужно Это нам Определенно Понадобится Одну запаску Сюда Сразу же Наверх Сюда Одну Вторую Так Что у нас здесь Два из трех Два из трех Еще живет Два из трех Три из трех Тогда делаем Так Отсюда Вот это мы Достаем И куда-нибудь Выбрасываем Потом уберут Уборщица заберет Одно колесо Ложим сюда Вот таким вот образом Нормально Нормально Все Можно садиться И ехать дальше Так Мыть Не будем ничего Нам нечего Мыть в принципе По идее Дождь должен все смывать Со стекол И так далее Аккумулятор Почти разряжен Поэтому Свет не будем Наверное Включать В принципе Мы практически Уже подъехали К городу Нет Лучше все-таки Включить Стоп А что там дальше Слушайте Ну мне Кошмарно Любопытно Просто Кошмарно Может быть Можно туда и проехать В принципе Стоп Здесь знаки есть Да Дубровник Можно туда ехать В принципе Ну я уже развернулся Ребята Так что Давайте уже Поедем туда Чтобы мне обратно Здесь не вертеться Просто Несет 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 тихо тихо аккуратно аккуратно еще немного осталось еще чуть-чуть и мы будем в городе странно что наши брызговики не работают стеклоочистители то есть они елозит елозит по окну но при этом не чистит его не остается от них следов этих полукруглых разводов то есть они как бы есть но работу свою не выполняют давайте просто для атмосферности включим их так отсюда бы мы спустились если вы поехали сразу же от заправочной станции можно даже регулировать круто походу мы прибыли да да жаль что еще ящики нашли все-таки вино хотелось бы найти ну ладно на жизнь пока что на средств хватает апгрейды можно будет и потом прикупить так стоп 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 теперь нам туда или туда слушайте у меня ощущение что нам сюда а туда потом границы уже ехать давайте побежим посмотрим но по-моему так они смотрите вот мотель так что здесь набережная что ли какая-то по-моему мне сюда не нужно да набережная смотрите это берег но дальше нет но могу дальше смотрите вол так немножко скупнулись хорошо освежились под дождем грозу какой я беспечный так проверяем нет ли здесь нигде посылочки так лучше будем топать обратно той сейчас просто потеряюсь так как а это все прекрасно там у нас модель где же магазин где заправка где что где граница в конце концов куда это мы зашли жаль что нельзя бегать здесь так тонировка очень неудобная очень даже непонятная я пытаюсь сейчас понять куда нам вообще заехать нужно чтобы попасть в магазин вот понятно сюда значит заезжаем где-то там будет еще один магазин заправкой так то есть нужно наверх сюда все-таки ну а в мотель потом придется спускаться ну а планировка конечно очень неудобная ну ничего зато другая какая-то это уже хорошо ну а ну а ну а ну а сразу же сейчас покупаем новый аккумулятор Но поменяем мы, наверное, его утром, либо даже просто возьмем с собой, разрядим тот до конца, потом выбросим его и поставим новый. Или завтра утром уже поменяем перед выездом. Здравствуйте, как поживаете? Я вот полистаю в ашкаталах, вдруг что-нибудь присмотрю для себя. Смотрим, так. Нету того, что я хотел. Тоже это у нас все есть. Ладно, покупаем тогда аккумулятор. Я к вам еще утром зайду, посмотрю, что у вас появится в наличии. Прекрасно. Так, теперь едем заправляться, заливать масло, а потом в мотель и на боковое. Так. Ага, все, есть, понятно. А где границы, слушайте? Туда куда-то дальше, что ли? 27% заряда пускай пока что будет, да. Так, так, зальем сейчас сюда. Здесь бы немножко отремонтировать фильтр. Карбюратор, кстати, заодно тоже. Так, теперь нам нужно масло. Вот так, хорошо. Чуть-чуть осталось на донышке здесь. Так. Берем денежки, чтобы расплатиться. Сейчас, может быть, возьмем еще, купим инструменты, чтобы там немножко починиться. Совсем чуть-чуть. В принципе, еще одно колесо можно было бы купить. 300, 325. Вот, 350, 400. Инструментики взять. Так, сейчас, в общем, это мы продаем нам. За доллар берем инструменты. Так, и масло берем тоже. На 29 уже марок. Почему я постоянно говорю доллар, я забываю. А хотя, что в ходу в Югославии? Я ведь не знаю. Марки это были в Германии, подождите. Так что, евро может здесь дошать, я не знаю. Неважно. Скажем так, денег. 29 денег. Так, ну что, взять такое колесико одно. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у нас там за колесо в багажнике лежит. Вроде как одно вообще старое. На то я даже навестись не могу вот так. Да, старое совсем. Хотя, смотрите, довольно хорошие колеса дорожные. Слушайте, давайте пока что не будем. Покупать такие колеса, возможно, купим потом другие какие-то. Обычно дорожные, чисто для разнообразия. Как денежек подсобираем? Так, 400, 300. 450, 350. Побездорожье 350. Здесь по бездорожью 400. 50. Вот эти 425 по мокрому. 325 по бездорожью. По сухому 375. Так, ладно, пока что... Пока что пускай будет так, в общем. Так, маслом. Заливаем сначала масло. Ой-ой-ой, и так было хорошо. Теперь богатая смесь. Я ж залил был масло. Ёлки-палки. Ну, машина будет медленнее ехать, но зато дольше проживет движок наш. Ладно, ничего не поделать. Что я хотел там подремонтировать? Потом, если что, выкинем. Когда уже не нужно будет нам... Когда нужно будет, точнее, нам место, чтобы коробки поставить. Так, аккумулятор. Запомним, что мы купили. Едем теперь в мотель. Слишком много масла, да. Показывает нам индикатор новый. Так, здесь слева как-то можно проехать туда вниз? По идее, должно быть можно. Стоп, это ведь вниз ведет туда, куда нам нужно. А вон, кстати, и граница. Видео. Отмотай, я тебя видел где-то здесь Вот ты Так, ребята, делаем по старой схеме Сейчас я прерву запись В надежде, что это поможет Сохранить сохранение Если можно так выразиться А когда сохранюсь Тогда снова ее Ну давай, закрывайся Ключо Да, ребята, прекрасно У нас все получилось В комнате 2С Мы переночевали на втором этаже Кстати, плата дорожает за проживание Здесь уже 30 взяли с насмарок Или долларов, или евро В общем, 30 денег Что тут в Югославии в ходу Я не в курсе Спасибо за остановку Безопасного вам путешествия Все прекрасно Компоненты наши сохранились Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Как обычно, с вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok